Всем привет! Вы на канале Олега Соскина. Обсудим тему. Кабинет министров все больше начал заниматься тем, как регулировать цены на разные продукты. Питание, сахар, хлеб, молоко, мясо и так далее. Ну и что могут они делать? Они же там по своей природе хомосоветикусы, тут же ничего не сделаешь. Шмыгаль, там эти все остальные. Политекономию капитализма они не учили. Вообще, наверное, никакую политэкономию не учили. Экономические науки, макроэкономику они тоже не учили. Финансы, валюту тоже не учили. Капитализм они не знают. Что такое капитализм, если их спросить, они даже рассказать не смогут. Как развивается частная собственность, они не знают. На базе чего развивается капитализм, какое отличие от социализма, тем более от коммунизма, они не скажут. И поэтому, что они предлагают делать? Они говорят, надо ввести ограничения на торговые надбавки. Ну, то есть, умашь нет. Чисто такие вот настоящие коммунистические шариковые швондеры сегодня. Я помню в начале 90-х годов, как было тяжело тогда нам вот разорвать этот порочный коммунистическо-социалистический круг этих директивных цен на хлеб, на другие продукты питания. Потому что, ведь, на основе чего развивается вообще любое капиталистическое производство? На основе конкуренции, частной собственности и свободного действия объективных экономических законов. Они не должны деформироваться. А есть такой классический закон, один из основополагающих, называется закон стоимости. Так вот, что предлагают эти, ну, как-то слова такие идут в голову, нехорошие про них, эти, так сказать, граждане, которые занимают командные посты в государстве сегодня под видом слух народа. И они их туда типа продвинули, слуги народа. Они предлагают начать устанавливать вот эти, будут устанавливать наценки. Но тогда что произойдет дальше? Дальше произойдет то, что уже всегда происходило в Советском Союзе. Это постоянно происходило. А в других странах, вот, ну, далеко не надо ходить в Турцию, посмотрите. Там тоже такой волюнтарист Эрдаган называется. Ну, а второй есть еще, кстати, тоже классический Шмагаль мог бы туда, кстати, съездить. Ну, далековато, конечно, в Турцию ближе. А в Венесуэлу на Кубу может съездить. Там тоже это все очень хорошо видно. То есть, начинается галлопирующая инфляция, дефицит. Продукты питания исчезнут с магазинов. Их будут продавать на черном рынке. Потом они начнут бороться со спекулянтами. Как Кравчук боролся вместе с Дурденцом, они боролись со спекулянтами. Но они привыкли, что в Советском Союзе надо бороться со спекулянтами. То есть, они же не понимают закономерности капиталистического процесса воспроизводства. Так вот, самое удивительное. Ну, хорошо, Кравчук, коммунист, идиолог, он этого не понимал. Я помню, когда проводил ему эти консультации, учил его перед тем, как он шел на выборы в президенты. Очень сложно было. Но он хотя бы у него память хорошая. Все-таки заканчивал факультет политической экономии Киевского национального университета. Это жена у него, преподаватель политэкономии, была первая. Ну, вторая, не знаю, как там у него все. Это сложно все понять. Вот. Так он хоть понимал, хоть понимал категории, да? Ну, Дурденец, он вообще не знает, что он там понимает. Милиционер всегда был там и так далее. Но вот эти ребята, они даже категории не понимают. То есть, у них вообще в голове ничего нет. Поэтому, как только они примут вот эти постановления о том, что надо регулировать торговые надбавки, они говорят, производителям мы не будем контролировать цену. Но вот торговую надбавку будем контролировать. Они не понимают, что есть процесс воспроизводства. И торговля, она как раз и обеспечивает вот эту фазу распределения, обмена и потребления. Ну, прежде всего, обмена, конечно. Так вот, ну и потребление, то есть, она влияет на все эти три фазы, так или иначе. Так вот, как только вы ограничите надбавку торговую, потому что они же не выставляют ее просто так, да, с головы. Они смотрят, со сколько им пришел товар, какие у них расходы, их расходы, да? А и расходы же у них выросли, правильно? Потому что выросла цена на тепло, на газ, на воду и на все остальное. Они закладывают расходы на инфляцию, девальвацию, на заработную плату с коэффициентами, на прибыль себе закладывают, на перевозки, потому что им же надо, чтобы получить товары, надо же еще и свой транспорт тоже может использовать, правильно? На хранение, то есть, они ставят надбавку такую, которая дает им еще и рентабельность. Для них, они же не будут себе в убыток работать. А поскольку правительство им сейчас ведет ограничение на вот эти товары, что эти товары с торговой сети, что? Исчезнут. Как только они исчезнут с торговой сети, они должны где-то что? Появиться. Где они появятся? Произойдет восстановление, возрождение так называемых рынков продуктовых, стихийных. Тогда парламент Третьякова, Гетьманенко, кабинет министров, Монастырский начнут бороться со спекуляцией, с этими рынками. Как только они начнут с ними бороться, товары вообще исчезнут. Как только исчезнут все товары, что будет дальше? Будет введена карточная система. Талоны будут введены и прочие-прочие элементы. Ничего не напоминает. Ну, молодежь, кто это может помнить? Это помнят те, которым было, ну, хотя бы в 90-х, скажем, первом, вторых, третьих годах, которым было, ну, хотя бы где-то за 20 лет. Да? Вот 20-летние, ну, 18-летние могут помнить. Ну, то есть, это люди, которые еще 30 лет. То есть, им сегодня, вот те, которым 50, они это помнят, еще что-то. То есть, 50 и выше. А те, кому меньше 50, они не помнят этого. Они не знают этого. Они чуть-чуть только видели. Чуть-чуть. А те, кому было в 93-м году, там, 12 лет, они вообще ничего не помнят. А 12 плюс 30, это как раз поколение Зеленского, там, Устенко, я думаю, и так далее, там, и прочих всех. Ну, наверное, Ермака тоже, там еще, депутатов большинства. Так вот, эти вообще ничего не помнят и не знают. Поэтому они считают, да, классно, введем ограничения, введем на надбавки ограничения. И что произойдет, будет массовый дефицит. То есть, пандемия есть, растет, вирусы действуют, как раз период их активной деятельности, январь-февраль, может даже март. Погодный апокалипсис есть, снегопады, дожди, наводнения и так далее, и так далее. Есть, есть. Угроза войны, нападения со стороны Московии, агрессора, в феврале месяце, когда будут учения с Белоруссией. Ну, вот, союзная решительность, или как там у них, есть? Есть. Искандеры и другие ракеты, они завозят в Белоруссию? Завозят. Угроза, цена на газ будет уменьшаться? Нет. Газосхов еще газовой в Украине, сколько там осталось? Ну, в принципе, если морозы продлятся вот в таком уровне, как сейчас, еще февраль и половину марта, то может газа и не хватить. Тогда будут веерные отключения. Угля так точно не хватает. А ТЭЦ работают же на угле. Цена на газ уменьшится? Нет, не уменьшится. Но теперь начала расти еще цена на нефть. То есть, нефть будет 100 долларов. Значит, сколько будет тогда бензин? Бензин, значит, будет где-то 3 евро 95. Выдержите? Или как? Экономика выдержит? Нет, конечно, не выдержит. То есть, практически, если... А, ну, долг страны сегодня уже около 100 миллиардов долларов, государственный. А если с корпоративным банковским, где-то 127, может, даже больше миллиардов долларов. То есть, выдержите? Нет, не выдержит. Таким образом, можем говорить, что, по сути, приближается дефолт. Ну и что дальше будет в результате таких событий? То есть, надо поменять экономическую политику государства. Как ее поменять? Как ее надо поменять? Надо сделать ставку на национального маленького частного собственника. Но для этого надо убрать налоги. Если это не сделать, практически мы войдем в модель дефицита. Модель банкротства. Денег получить практически займов уже невозможно. Но все молчат про это. Учитывайте, что сейчас начинается падение экономик всего мира. Вот то, что там некоторые показали рост Франции, там США. США там показало что-то чуть ли не 5%. А инфляция у них сколько? 10? Отнимите инфляцию от роста. Сколько останется? То есть, то же самое во Франции. Плюс, когда они показывают рост. Почему они не говорят, за счет чего рост в Германии там тоже достигнут? За счет большой фармы. Но фарма и за счет увеличения расходов на военные нужды. Но фарма и расходы на ВПК и военные нужды, они не создают здоровый прибавочный продукт и здоровую прибавочную стоимость и доход. Это все то, что фактически ложится бременем на экономику любой страны, на домохозяйство. Потому что это те расходы, которые не создают новую прибавочную стоимость. Они как бы увеличивают ВВП, но это фактически некрофильная часть ВВП. Это ВВП, которое не создает здоровый экономический рост, не увеличивает богатство. Реальное богатство это не увеличивает. Так же, как расходы на государственную бюрократию. Расходы на госчиновников, они все время плачут, у них маленькая зарплата, пенсии им надо индексировать. Это расходы, это все равно, что воду выливать, песок. Они говорят, им надо адекватную зарплату, поднять пенсию, проиндексировать. Но они получают свои средства на содержание, зарплату. Они забирают наши деньги, которые создаем мы. Те, которые создают реальную прибавочную стоимость. Госчиновники ее не создают. Госаппарат ее не создает. Милиция, полиция, национальная гвардия, карательные органы все, суды, прокуратура и прочее, 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 СБУ, президентская администрация, офисы, депутаты. Чиновничный весь люд, они кушают то, что создает национальная буржуазия. Маленькая и средняя. Фопы вот эти, которых преследуют. Вот чтобы Третьякова и вот этот Гетьманенко и все остальные получали свои доходы, имели вот это представительство, щеки надували. Надо, чтобы вот эти маленькие создавали доход и прибавочную стоимость. Если они не создали, нечего отдавать. Зарплату и так далее. Вот и чуть-чуть бы кому-то вложить, но надо для того, чтобы вложить, надо было понимать, куда вкладывать. А там в головах пусто. Самое опасное сейчас, если начнется девальвация, я уже говорил, национальная денежная единица. К этому очень близко. Очень уже близко. Как только девальвация, смотрите Венесуэлу. Лучше всего. Там просто каждый год инфляция зашкаливает. Но тогда люди просто со страны начинают бежать. То есть остаются только фактически вот какая-то, ну, старые люди, пенсионеры, которые уже не могут убежать. Маленькие дети остаются. А все активное население, оно со страны убегает. Миллионы убегают. В принципе, такая может быть в Украине ситуация. Все думают, вот народ побежит там в Польшу, Румынию, там Хорватия, говорит, мы никого принимать не будем и так далее. Венгрия. У нас проблем вообще, говорит, нету с Россией. Украинцы могут побежать в Латинскую Америку. В Парагвай, например. В Уругвай. В ту же Колумбию. В Панаму. Ну, в Чили, не знаю. Там тяжелая ситуация. То есть есть в Суринам, например. Страны Карибского бассейна прекрасные есть, кстати. Ну, естественно, не Гматемала там, типа, не Гондурас. Но есть нормальные. Есть нормальные. Там, где, ну, например, сейчас в Сальвадоре очень интересный эксперимент проводится, если я не ошибаюсь. Там пришли ребята, которые фактически идут по пути развития блокчейна и, соответственно, крипты. Но не как даже национальные валюты, а с точки зрения разных, майнить разные криптовалюты. То есть мы с вами проходим через очень сложные периоды. Поэтому даже нельзя вообразить, что может случиться. То есть, что я хотел бы сейчас, на что обратить ваше всех внимание. Мы видим, что правительство Шмигаля абсолютно не понимает процессы. Ну, и офис президента, Зеленский, Ермак тоже. Они не понимают суть происходящего. Поэтому они будут действовать социалистическо-коммунистическими методами именно этих моделей, как военного социализма государственного, но и военного коммунизма. Это коллапс. Можно ли что-то, как бы, на них воздействовать? На этих нет. Поэтому говорю еще раз. Единственным выходом из ситуации надо перезагрузить сейчас парламент. Просто самое главное перезагрузить. Я не говорю, что это панацея. Нет. Но это хотя бы... То есть, надо усилить конкуренцию. Открытую конкуренцию. Перезапустить парламент надо только через вот этот новый кодекс. Там тоже много ахинеи. Но по-другому действовать нельзя. Потому что, если пойти опять на вот эту половинку, как сейчас действует система, то уже настолько все прикормлено и куплено, что кланово-олигархические группы просто сделают простую вещь. У них есть купленный определенный объем так называемого электората по округам. И они проведут опять этих людей, фактически кукол, големов своих. Дальше понятно, что будет. То, что мы уже имеем. Единственный вариант, еще раз говорю, сделать вот перезагрузку по новому кодексу и не позднее середины апреля провести выборы. Но надо другое переходное правительство, Нишмигаля, которое сейчас уберет налоги предпринимателей, снимет ограничения, уберет налог на НДС. Я же сказал, максимум 2% оставить. Уберет налог на прибыль. Не надо на эти все обкомы вашингтонские, брюссельские сейчас обращать внимание. Там такой бардак начинается, что вообще. Смотрите, как сейчас в Канаде идет процесс. Что там творится. Скорее всего, Трюдо вылетит уже вообще вместе с своей либеральной партией. Далеко-далеко его отправят на орбиту какого-нибудь Марса или Меркурия. То же самое будет в Европе. Может просто сейчас рассыпаться Европейский Союз. Могут произойти просто какие-то совершенно глобальные события колоссального тотального коллапса. Поэтому, как говорится, каждый сам за себя, один Бог за всех. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Но народ должен начать активно действовать. Народ не должен спать. Будете спать – погибнете. Вы были на канале Олега Соскина. Смотрите, подписывайтесь, делайте донаты. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok